Продолжение следует... 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 от управления в лице советских организаций. Отныне наступают новые полоса в истории России. И данная Третья русская революция должна будет в своем конечном итоге привести к победе социализма. Максим! Да ты бы и слушай, пожалуй. И слушать не буду. Решение ЦК и кончено. Да ты пойми! С утра садись на трамвай и катись. Адрес Почтанское, Министерство почты, телеграфу, трамвай номер пять. Прощай, товарищ министр. Повестованных министров доставить в крепость. Подъезд передай в комнату номер шестнадцать. Есть. Максим! Максим! Хорош голос, Тяков Михал. Ничего голос, бас упражняю. Давай, 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 давай. Присядем, здесь хорошо. Ветер и песня. Хорошо поют. Только песня старая. Давай, Максим, сочиним новую песню. Сядем и сочиним, и споем я баском и тенором. Да не умею я песенку сочинять. Не умеешь. Что ж ты умеешь, Максим? Да вот дворцы кое-как научился занимать. Дворцы это что? А вот помнится, ведал ты в Сормове больничной кассой, Максим. Было. И в ссылке был, говорят, лихим казначеем артелей. Бывали мы и в казначеях. И чего мы смотрим? Перед нами, можно сказать, финансовый гений, а мы ищем, отчаиваемся. Значит, правильно, мы решили, есть для тебя работа, Максим. Ну? Про государственный банк слыхал? Слыхал. Так вот, получай его со всем содержимым. Ты назначаешься в государственный банк полномочным министром, по-нашему комиссаром. Это не как тронулся, Яков Михайлов? Думаю, что нет. А что, похоже? Ну, какой же я банковский деятель? Эх, Максим, Максим, не готовили бы министров в специальных школах. Но не боги горшки обжигают. Давай шагай в цитадель капитала. Знаем, тяжело тебе достанется. Придется бить и ломать по-революционному. Придется сдерживать гнев. Слушать, учиться по-деловому. Ничего, справишься, на то ты Максим. Оставайся здесь, можешь понадобиться. Прощай, полномочный министр. Постой, Яков Михайлович! Максимка! Готов, комиссар! А что-то не делится, нет? Яков Михайлович! Ну? Плохо дело. Назначили меня, Егор, в банк. С деньгами заведовать. Максимка! Как же это? Боевого человека, серого орла, на позор? А на что солдату деньги? Солдат шилом вреется, солдат дымом вреется. А ты понимаешь, какие там деньги? Народные, миллионы. Ты понимаешь, Егор, что такое миллион? Мильон, умом не пойму. А только нежели у взводного за руб совесть купить может. Что ж тогда миллион? Ну, вижу, понимаешь. А ну, давай будем охранять. Стой, завтра ему все силы понадобятся. Давай искать место для ночевки. Давай. Здесь, что ли, на постой становиться? Ну, Валяк. Ага. И, Максим, ложись и спи спокойно. А я тебе караулить буду. Всю ночь караул. Караул. Министр. Эх, Максим, Максим. Горемычная твоя голова. Носит тебе еще, Максимка, фрак с хвостом. И цилиндр. И жениться тебе, по государственным соображениям, на дочери адринского короля. Оль. В голове мои мозги ссыхали. Сердце кровью мое облилось. За измену Кабанова друга. Пострадать, значит, время пришло. Там, где бьется река Амазонка, Там не буду тебя вспоминать. Буду петь и смеяться я звонко. Буду южных красавиц надзак. Раду я, У на горах трехмочтовый, И покину родину время. Министр. 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 Буду у места. Министр. 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 Продолжение следует... Утверждаю. Узражений нет. Следующий вопрос. Великая княгиня Анастасия Михайловна просит о вылечении процентов во французских бумагах. Я думаю, узражений нет. Утверждаю. Далее. А в отпуске министра иностранных дел господина Терещенко на представительство, прием послов и прочее. Двух миллионов рублей. Утверждаю. Возражений нет. Пожалуй, здесь. По-моему, деньги эти господина Терещенко ни к чему. Ибо он в отлучке сидит в Петропавловской крепости. По сути, господин и министр обязанность несет товарищ министр, господин Нератов. Нету ни обязанностей, ни министров. А кто вы такой? Комиссар рабоче-крестьянского правительства. Вот мой мандат. Милостивый государь, российский государственный банк находится вне политики, вне борьбы групп и партийных раздоров. Болейший подрыв, случится катастрофа, банковые билеты потеряют силу. Остановятся заводы. Западные страны предъявят претензии. Россия погибнет. А нас возложена великая ответственность, поэтому мы не позволим никому вмешиваться в наши дела. Возьмите обратно вашу бумажку. Это не бумажка. Это мандат, выданный рабоче-крестьянским правительством. Мы не признаем ваших мандатов. Никаких комиссаров. Вы не посмеете тронуть банк. Сударь, прошу вас удалиться. Значит, мы договорились. Хорошо. Поговорим с массами. Товарищи, я послан к вам рабочими Петрограда советской властью. Вот Петроград. Нарвская застава, Охта, Выборгская сторона. Здесь кружочки. А для меня это заводы, дома, живые люди. Я пришел к вам от этих людей. Рабочие стоят у станков и мне платят. Жены их мерзнут в очередях. Дети умирают. Очень интересно рассказывает молодой человек. Рабочие мне платят, а господа заводчики переводят свои капиталы в иностранные банки. Солдаты мерзнут в окопах, а бывшим министрам выдают миллионы на представительство. Придется пересмотреть нам счета Бачмановых, монтажевых нобелей. Придется нам с вами, засучив рукава, взяться за дело так, чтобы не умирали женщины, живы, чтобы остались дети. А позвольте вас спросить, какая разница между активом и пассивом? Не скажет ли нам все министры финансов, сколько будет дважды два? Дважды два будет четыре. А насчет актива и пассива, боюсь, как бы некоторые из чересчур активных шутников не вышли бы в скором времени в пассив. Хорошо. Я ничего не знаю. Зато знаете вы, я пришел к вам. Я прошу вас помочь народу взять власть в свои руки. А это, пожалуй, верно. Кому верите? Каторжнику? Анархисту? Я власть учредительному собранию. Господа, Господа, он назвал нас товарищи. Ну и во мне товарищи. Вон! Вон из ванных. Товарищи! Никакой поддержки. Пусть сами справляются. Ну, хоть правильно. Посмотрим, что они будут делать без нас. Гонючись из слесаря за рифмометрами. 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 КОНЕЦ Прямо весь стражу, места сегодня не нахожу. Вот твое место. Карауль здесь, пока я наряд Красной Гвардии не вызвал. Слушаюсь. Алло. 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 Барышня. Ну, как мне барышня? А кто ты такой? Ты? Матрос корабля Республика? На кое-то черт телефонной барышней заделался? Ага, понимаю. Ну послушай, друг, раз ты за барышню, выдай мне номер 317-52. Да нет, ты не пробуй, а ты втыкай, нам теперь пробовать некогда. Алло, алло. Совет. Наташа? Слушай, вышли мне на ряд Красной Гвардии понадежнее. Немедленно. И потом разыщи людей, которые работали в страховых кассах. Давай побольше, у меня вакансий много. А теперь прижми трубку покрепче. Только тебе и скажу. Вышел из меня министр, как и сказла Пономарь. Ничего, разберемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ Здраво, папоньки! А, тёчь, тёчь, а? Ох, соскучились здесь мужем. Ха-ха-ха! Не извольте беспокойтесь. Представлен ваше полное распоряжение. Получайте с аннексией и контрибуцией. Отойди, кобель! Без тебя тошно. Вот это верно. Без меня тошно. А со мной будет сладко. За что боролись? Ти-дюм-ти-дю-ли-лям, ти-дюм-ти-тю-ли-лям. Ух, ты какая кролечка! Ай-яй-яй-яй-яй. Такую кролечку муж под лес бросил. В окопы гулять поддался. Как ваш здоровье, Селиванна, а? Что ты к ней пристал? Не видишь, дитё при ней. А ты молчи, ефёбка, а то в лузу сыграешь. Дитё, а? Ах, какой, какой красивый дитё! Ну, на сопля. Получай шоколад-миньон. Реквизирован у мировой буржуазии. Так как же вас зовут-то, а? Евдокия. А по батюшке? Ивановна. Евдокия Ивановна? Ох, разрешите познакомиться. Свободный анархист Платон Дымба. Король Санкт-Петербуржского бильярда от двух бортов в лузу. Да. Да где извольте жить? В собственном особняке. Ха-ха-ха-ха. А может, в гостинице Англитер, а? В подвале же. Адресочек не скажете? Ну да. Я ведь, собственно говоря, ради вас же стараюсь. Вы чего здесь ждёте-то? Пособие. Пособие, а? А дверь не отворяют. Дверь не отворяют? Ох, вы цыплёнки! Так ведь мы сейчас мигом... Вау! Ты помнишь. Убери, убери. Что ты делаешь? А ну, пусть, 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 пусть. Эй! Что тут с каждого дела? Эй! Эй! Напрасно стучите. Пособия выданы не будут. Ах-ха-ха! Государственный банк захвачен и разгромлен большевиками. Эй! 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 Денег нет! Мы не можем работать в таких условиях. Мы мыываем руки. Господин заведующий, кушать ведь здесь надо. Господин! Да жизнь-то так! Тише, бабоньки! Я вам объясню, как жизнь. Вот что, плохо ваши дела, гражданочки. Стырили ваши деньги, господа, товарищи большевики, а? И называется это пищи-пляши советская власть. Да делать-то что? А ты цысь! Цысь! А вот что делать. Пока всех денег не профили в совете, идти, так сказать, всем народам в совет и вытянуть, и вынуть из них дьяволов душу и, между прочим, деньги. Давай! Ребята! Абcht! Акторая верёт! Ребята! Акторая верёт! Поседи себя, крестным сламенем, православный народ! Папли! Поляй! Папли вперёд! Папли! Папли, пожалуйста! Вопрос в 48-й. Об отделении бывших работников страховых газ в государственной банке. Вопрос соревнования о походе рабочих завода «Пеникс» за сырьем. Вопрос пятидесятый. Об организации народного суда. Алло. А, здравствуй, товарищ Максим. Людей тебе в банк посылаем. А? Ну так что ж там мало? Зато люди какие. Лично я иду. И Жмунин, и Павликов. А больше нет. Да что ты на меня кричил? Вот тебе, товарищ Наташа, на неё и кричи. Да. Плохо, Максим. Нет людей. Здравствуй. Заняты. Эээ... Понимаем, что тебе много нужно. Хорошо, приезжай. Вместе подумаем. Придётся людей в банк подбарить. Посмотри-ка списки пока лапшин. Следующий вопрос. Товарищ Наташа, там толпа. Какая толпа? Какая толпа? Садитесь! Бабы! Отнять бабу! Что раз тебе сказано? Не бабы, а женщины. Садитесь, товарищи, садитесь. Ну, давайте, давайте. Стульев мало. Садитесь на столы. Принимайте участие в разговорах. Давай, давай. Входи! Усели? Следующий вопрос о продовольственном положении. Слово имеет комиссар управы товарищ Тураев. Кто идёт? Это главный, который карточки выдаёт. Глеб, сахар. А пряники? И пряники. Товарищи выборские рабочие и работницы. Ты что? Дядя, дай пряники. Нет у меня, дорогой для тебя, пряников. Хлеба тоже нет. Запасов в городе на три дня. Картошки напить. Подвоза нет. В продовольственной управе сидят, чёрт тьё знает, что за люди. А тронуть их нельзя. Совсем запутаемся. Так что плохо. На ваш район выделяем вот цифры. Насчёт норм решайте сами. Нормы сейчас будем решать. Сейчас. Вы что скажете? Домашние хозяйки. Что нам нужно сказать? Ну, ж как не вы. Вы же дома в семье распределяете. Местное дело. Работник больше надо. Он даст все сдохнем. Работающим четвёрка, а прочим осьмушка. Значит, принято. Могу идти? Не торопись, товарищ Турай. Отчёт перед массами, так отчёт. Вопросы есть? Есть. Ты скажи мне, Андрей Ефимович, кто там у вас в таком сидит? Ты на продовольственной управе... Лена, на тебе. Постой. Нет, не постой. Ну как же? На Невском. Пирожные. Крем-бурле всякие. А на Байковской. Правильно, правильно. Отспекулянты на рынке. Постуру берут. Машина, шесть часов очереди стояли. Очень ярко. Вы говорите, что я походу сейчас. Вы говорите, что я походу сейчас. Вы говорите, что я походу сейчас. Вы зачем пришли? С отчётом садитесь будем отчитывать. Плохо работаем. Меняйте. Помогать пришли. С товарищами будете. Вредить? Так кому? Думаете, по щучьему велению всё сделается? Царская власть, Керенский, по счёту всё сдали. На голод жалуйтесь. Садьку и война постарались. Мы нас хлёбывать хотим. А вы на нас. Криком. Совет границ. Отказывает. Отказывает Пуп крестить нашего наследника Писаревича. Говорит, не крестить, не венчать, не хоронить вас, антихристов, не буду. Расточитесь. Пришли, стоят. А что ж мы вам делать можем? Охрещай, комиссар. Сумма сошёл. Нечуточки. Когда наши по царским селам смертью легли, не звай мы попов. Сами зарыли от пель. И крестить обойдёмся. Вот. И Мария Ивановна тоже. Правильно, Мария Ивановна? Да же говори ты. Ну что ж. Не приходилось? А можно. На. Тащите сюда книгу, попросили. Свидетели со стороны отца. Кто? Стой, стой. А ты куда? А ну в чём дело? Платышки мои, крестивые. Твой, Вася. Ой. Ну, свидетелей ставлю я. Значит так. Вы мне людей в банке, я вам свидетелей, а? Ну, идём, Егор, кумовья. А я всему свету кум. Ой, 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 ой. Да ведь кумов один, полагаю. Для такого-то случая, по-моему, в кумовья надо весь наш главный красногвардейский отряд. Верно. Согласны, товарищи? Варашкина Васю почтить. Да ладно. А с паперинкой. А-а-а. А с ней кумы на кумов вараты. Дорогие гражданочки, не зная имя отчества, окажите честь, поступайте в кумы. Идёт. Можно? А имя такое наш. Имя. Как родился он в дни создания новой жизни, а ей наша партия виновник, имя ему дам. Честь вождя нашего Владимира Ильича Ленина. Владимир. Выборгский районный совет. Поздравляет молодых родителей и желает им вырастить такого же хорошего большевика, как они сами. Жаль, подарить ему нечего. Страна наша пока не щайгала. Ничего. Выправиться. Ура. Чего? Горит склад топлива на Ботениной. И на Охте. И в лесном. Все запасы топлива горят. Заседание совета прекращается. Все члены совета красногвардейцы и пролетарии считаются мобилизованными. Пошли. Наказание божие. Поймали их. Поджигателя поймали. Кто такой? Говорит, рабочий. Рабочий? А почему пошли, капитал? Я вам всех убираю, не блядь. Наташа. 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 Цыпленок жареный, цыпленок вареный, цыпленки тоже хочут жить. Вы меня извините, Евгения Ивановна, что я вам без спросу гости привел. Вы знаете, это такой человек. Да... Паучок. Его схватили, остановили, пили мне пачмарк принять. Я не советский, я не кадетский, я не дюррюмый, 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 дюррюмый. Значит, муж на фронте? На фронте. Четвертый платят, да. Ничего. Я тоже. Всегда один. Ну, непорядок, непорядок. Вот вы подождите, Дусенька. Мы с ними до власти доберемся и вам мужу представим. Что? Что кали глазки? Пучишь, не веришь? Не верю. Никому не верю. Ну и дура. Ваше здоровье, Евгения Ивановна. Спейте. Ты, Дусенька, какой властью обижна? А, вот ступи, аду там. Власть, власть и рознь. Вот власть, это власть. Ну, погоди, погоди, еще комиссары до тебя наберутся. Они вас самою на учет возьмут. Как это? А вот, истинный факт. Дусенька, такой комиссариат организуют. Женщинов будут по карточкам выдавать. Придешь я туда, раз, выложишь карточку, тебе талончик раз, и дам. Вот. А какая красивая, вроде вас, так сейчас же очередь и хвост. Вы меня, Дусенька, тогда познакомься без очереди, а? А дети? Эх, а детей в лагерях. Нынче собственности на детей не полагается. Дети это уточки. Типа лета уточки, ну, не в минуточки. А в них покой за ними. Обманывайся. Что это за выражение такое? Обманывайся. Охота мне такую обманывать. Ха. Я, Дуня, графинь лапзал. Бывало, возьмешь и так. Ха. А то вас. Ха. Менял я женщин, тары-тарьям, тары-как перчатки. Носил всегда я, тюри-тюри-тюри-тюри-шапокляк. Выпьем, хозяйка. Хорошо мне у тебя. Я без людей соскучился. Питерская. Тамбурская. Из глубин России. Знакомые. Нищие места. Скоро не заговорят. Заговорят. Обязательно заговорят. За здоровье Евдоке Ивановне, хозяйке здешних мест. Ваш здоровье, Дусенька. Черт, я знаю, какую дрянь лакать приходится. За такую красуличку шампанское надо пить со складов купца господина Смирнова. Черт, я знаю, какая несправедливость судьбы. Сидят порядочные люди, лакают водку, а там шампанское кистит. Эх, Дусенька, нам бы с вами бутылочек бы сто шампанского раз, мы бы торговлюшку бы открыли. Ох, житишко было бы. Все равно комиссары все вылокают. Ну, сволочь я такая. О, о, ха-ха-ха. Ваш степенство, от двух бортов в лузу. Ха-ха-ха. Ты в полку был? Плохо, ваше степенство. Солдат ведь он всегда недоволен, и сговорить его можно. Только трудный народ. Проходить даже стало опасно. Прямо пфу. Да. Эх, всколыхнуть бы их чем-нибудь. Ха-ха. Ты про склады флёп? Какие склады? А, винные, есть, есть, ваш степен. Охрана большая? Такая там охрана, да? Нет, нет. Волку знают про них? А что? Ваше степенство. Ваше степенство, золотая идея. Ух ты, бог. Погоди, погоди. Сам в полку не ходи. А кто? Она пойдёт. Врачка. Я адрес там. Ага. Ну, Дудечка, радуйтесь, радуйтесь, Дудечка. Приобщились к великому делу. Что это? Садись. Пей. Пей. Слушай, женщина, я с детских лет, и народ держусь. За голову мою десятки тысяч давали. Никаким золотом, никакими деньгами меня не купить. Ради тебя. Ради таких, как ты и я. Ленин и всякие люди, книжные, хотят Россию карить, русских тушить. Мам, отрогательство, холод. Как, по-твоему, можно это терпеть? Будет и... Будет и конец. И слепует. Будет. И детей не заберут. Большевицкие пледные. Скажите, что делать? Куда идти? Может, ваша правда? Пойду. Всюду пойду. Серец понеслась. Ваш номер шестнадцатый. Вас вызовут. Пейте, дусенька. Пейте, людей, которые жить хотят. Со сходом, треском. Эх! Чебе? Чебе... Господин втусщик. Итак. Пейте,cent Максим. Что? Забрать это, Максим. Во всём районе нет дров. А в Савичи такая жара. Пусть только не тонет. Да не тонет. Совсем не так, Наташа. Какая я Наташа? Не Елена, а школа. Товарищ Ефремов, пиши резолюцию. В школах топите. Хорошо. Сделаем. Максим. Да ничего, Максим. Ничего. Ничего, Наташа. Ничего. Ты спи-то. Хорошо, Максим. Суколю. Я протестую. Я протестую. Я протестую. Я протестую. Я протестую. Тихо, тихо, тихо. Я протестую врываться ночью к врачу. Твоё художество? Не отвлекаешь. Моё. Ведь честью просили, не помогло. Но мы и поднажали. Ведь собрайте. Я не могу с вами видеть никакого тела. Не медленно доставьте меня домой. У меня семья. И у меня семья. Вон жена больная. Спасите мне жену, доктор. Какую жену? Я не признаю большевиков. Покажите мне больную. Векари еще ничего. Ответите и ранение. Нужно хорошее питание. Курица. Хорошо, вино. На чём рецепт написать? Вот. Закажите срочно в аптеке. Спасибо вам. Что это? Ваш гонорар. Я ваши деньги возьму. Они нажат гибелью России. Можете не беспокоить. Это не идти. Полеснок, долпа. Громят я миска. Сколько людей в совете? Мало. Звони в крепость. Пусть высылают народ. Максим. Это не Максим. Он на дело поехал. Это я, Лизавета Кукушкина. Максим. Все хорошо. Спи. Все спят, а ты не спишь. Спи. Все хорошо. Хозяева первый сорт. Тысячи плачут. Ру ангелы. С нами Бог. Орлы. Вперёд. Миродей. Если засыпаетесь. Орлы. Вызволю лучших адвокатов возьму. Пушки. Тови. Стопа холод. Стоном стоял. Орлы. Вперёд. Ангелы. Прыгай. Песня. Музыка. Все. Все. Песня. Исполистой. Песня. orted Sandespasa這屋 до ненешнего д ateraš quando он rul coughın. Идамoint let crane. Погakesили eyebrow 데cu trusts же. Давай, суды, котик из Соболя! Не одному решил бы, чтобы согреться ляду, да! Братцы! Казана революция! Все это нормально! Последний день, Роксинский, на вынос! Все это нормально! Прошу очистить помещение! Вы не имеете права, я и на грани! Именем итальянского короля я... Именем итальянского поэнпериата следай, чертовой мать! Я регистрирую поднимаю! Казана! 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 Ураста, Курати! Казана! Казана! Вот они, комиссары! Вот они, комиссары-гипадеры! Сволочь проклятая! Назад! Именем советской власти назад! Родители будем стрелять на месте! Назад! Прошу! Прошу! Не смешно! Не смешно! Не смешно! За что? За что? Ура. Три-ке, корр! Поехали! Три-то, которую придет! Три-ке! 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 КОНЕЦ КОНЕЦ КРУСТ КРУСТ КОНЕЦ Поехали! Ключи от центральной кладовой, ключи от секретных сейфов, ключи от архива, ключи от секретной переписки. Всего 36 ключей. Если вы не коллекционируете ключи, покорнейшая просьба вернуть. У меня нет никаких ключей. Ну что же, пишите домой записку, чтобы не беспокоились. Вы меня арестуете? Нет. Вы просто окажете мне честь, проведете здесь, в моем кабинете, ночь. Утром ко мне явятся за деньгами представители заводов, солдаты, солдатки, учителя, инвалиды. Я невзрящите направлю их к вам. И от души говорю, не завидую я вам, гражданин, бывший управляющий государственным банком. Во-во-во, вот это по мне. А ну давай, давай, разбирай, только поворачивайся. Все в порядке? В порядке. Гости не жалуются? Не, не жалуются. Выговорить двух красногвардейцев, директора домой везти. Ну, сагитировал? Сагитировал. Ага. Петро, жилько! Поправляешься. Да так бы начать с десяток, все до тонкости изучим. От сеферят вык, косну тянет. Да, соснуть бы теперь. Матная ложа. Матная ложа. Два, шесть, четыре, шесть, шесть. Совет? Это Максим. Ну, как Наташа? Спит? Хорошо спит? Ну, спасибо тебе, Минь. Будь жив. Ну, поглядим, чего друзья англичане носят. Микселей пишут. Начинаются дни золотые. Удалой, непокупной любви. Ах, вы кони-мади, вороны. Черные, черные, вороны, кони-мади. Ах, транспорт-плей. Транспорт-плейшн, транспорт-плейшн. Перенесение, перевезение, ссылка в восторг. Ну, ссылка в восторг у меня относится. Значит, перенесение. Эх, Максим, Максим, если бы ты столько языков знал, сколько песен знаешь. Уберу свои сани коврами, Гривы, алые ленты, по лету. Раскачу, поразвеню обувенцами. И тебя на лету подховачу, Раскачу, поразвеню. Да, Максим. Добрый вечер, товарищ Седлов. Или нет? Доброй ночи. Совсем запутался. Кажись, уже доброе утро. Какие итоги дня? Великолепные итоги. Ну, хорошие итоги. Ну, скажем, неплохие итоги. Нет, честное слово, не брешу. Не очень плохие. Ключи получил, новых людей поставил. Да вы их знаете, Лапшин с Нобеля, Павлика с Феникса. Фу, наконец-то и вы говорите неплохо. Да. Черт-то, верно. Я и сам замечаю, что это неладно. Вот и погром. Явно подкопленные люди были. И откуда они деньги получали? Обязательно выяснили, облегался. Обязательно. До завтра. Нет, до сегодня. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Только без паники. Вот, фамилии подсудимых, а это адреса свидетелей. Ваши председательы. Не надо нервничать. Ваше дело совершеннейшее и пустяки. Я любезнейший всероссийскую аферистку Софью Тарновскую. Абсолютно оправдал. Ротмистра Далматова. Убийцу пяти женщин. А ваше дело абсурд нонсенс. Как вы сказали наше дело? Нонсенс. Ну, за этим дело не станет. Прошу вас, коллега, прошу, прошу, прошу. Признаете себя виновным? Совершенно невинно страдает. За что купят наши молодые жизни? Мы будем жаловаться в самый главный совет. На рабочих людей клевещут. За что боролись? Тихо. Не видите? Больна еще, товарищ Наташа. Тише. Кто хочет слово? Разрешите? Давайте. Я, конечно, понимаю. Это первый опыт. Так сказать, эксперимент. Можно судить по-разному. Можно судить по так называемой совести. Такая форма суда еще осталась у первобытных народов. Но можно судить и по закону. Рассмотрим дело под углом совести. Допустим, что обвиняемые действительно пили вино. Громили склад. Призывали грабить. Я отнюдь не солидаризируюсь с гражданами. Ползиковым, Стрекаловым, Глотовым, Харч-Харчевским, Кривуша и Чеберяковым. Но по совести я их понимаю. Грабь богатых и вообще буржуазии все дозволено. Это не леет мотив всех нынешних речей. Ну а теперь. Почему же не дозволено пить? Веселие Руси есть пить. И мои подзащитные поддались агитации. И оказались жертвами вечерними царящий анарь. И по совести граждане их вообще судить нельзя. Судить надо тысячи гражданин, а не тысячи. Тише. Прошу не мешать защите. Благодарю. Перейдем к суду по закону. В чем обвиняются граждане? Ползиков, Стрекалов, Глотов, Харчевский и Чеберяков. И Кликуша. Кривуша. Кривуша. Пункт первый. В грабеже винных склад. Хорошо. А где же истец? Насколько мне известно, склады принадлежат господину Смирнову. Где же его иск? Я не вижу иск. Если уж на то пошло, так ведь и ваша так называемая Красная Гвардия громила склад. Тем самым причинила ущерб собственности господину Смирнову. Вполне уместен вопрос. А судьи кто? Что? Эрго. Пункт первый отпадает. Пункт второй. Стрельба. Это, конечно, преступление. Статья 75-76 уголовного уложения. Но. Кем доказано, что стреляли именно они? У меня есть свидетельство. Вполне уважаемых граждан. Эээ... Ну тут и фамилия, и адреса. Которые утверждают, что в момент стрельбы обвиняемые находились внутри погребов. А не на улице. Полное безусловное алиби. Разреши, товарищ судья. Вопрос за счет. Говори. Ты вот все законы выучил. Все на свете осветить можешь. А мне вот что хочется узнать. Охотно вам помогу. Эээ... Товарищ. Разреши тебя спросить. Бандиты они? Или не бандиты? Я не понимаю такой постановки вопроса. А все же скажи. Бандиты или не бандиты? Я ведь уж объяснял. Нельзя упрощать. Надо ставить вопрос юридический. Бандиты или не бандиты? Бандиты! Граждане, я прочистую. Граждане, но это же абсурд! Но где же правовые нормы? Вы ликвидируете суд? Тащи, тащи! Тащи, тащи! Тащи! Кто еще хочет слова? Я! Был у меня приятель. Малость подслеповатый. Пошел как-то рыбу удить. Сел к реке спиной, закинул удочку в траву. Весь день удил, так ничего и не выудил. Сдается мне, что господин адвокат тоже не в ту сторону удочку закинул. Бандиты, его подзащитные или не бандиты, это для нас не вопрос. Бандиты! Другой вопрос меня интересует. Случайно они, молодчики, вместе собрались? Или не случайно? Я спрашиваю вас, господа подсудимые, кто вас послал? Ничего не знаем! Ничего не послал! Ничего не знаем! Я протестую! Нарушена элементарная юридическая процедура! Вы не имеете права давать слово для обвинения после защиты! Почему для обвинения? Я должен защиту! Только вам защищать их, да купца Смирнова, да офицерскую честь! А я защищать хочу выборскую сторону! Питер и советскую власть! Верно говоришь? Сплошным кольцом окружает нас враг. У него деньги, может, те самые, что у нас в банке похищены. На эти деньги покупались бандиты и погромщики! На эти же деньги! Впрочем, вы, вероятно, из идейных соображений. Совершенно идейных! Ну, я так и думал! Вы поглядите на этих молодчиков! Их с поличным поймали! А они нагличают! Уверены, что деньги спасут! Их вызволят! Ну, нет! Не спасут вас никакие деньги! Советский суд не подкупишь! Перед лицом суда! Перед лицом народа! Я спрашиваю вас, кто вас послал! На чьи деньги где нанимали вас? Кто за вашими спинами прячется? Думаете, не найдем? Найдем! Будьте благонадежны! Давайте, семинар! Молчите! Ну, так не ждите! Нет и не будет вам пощады! Судите их, граждане, судь! Господин адвокат призывал судить либо по совести, либо по законам! А я говорю, судите и по совести! По революционной совести! И по законам! По высшим законам Октябрьской революции! И по совести! И по законам! Говорю я вам, граждане судьи! И вам, товарищи! Людям этим! И тем, кто их послал! Не давать пощады! Уничтожать! Именем революционного народа! Революционный народный суд постановил! За разгром погребов призыв к грабежам и стрельбу граждан Волзикова, Рекалова, Глотова, Харч-Харчевского, Щеберях и Кривушу расстрелять! Что за приговор? Прошу поднять руки! По тому же делу! Об участии в пьяном погроме Евдокиеевского Козловой! Евдокия Козлова! Евдокия Козлова! Не работает! Евдокия Козлович還有 Работает! Где? Солдатка она, муж на фронте Верно? На что живете? На пособие А его жди, как рак свистит Дети есть? Есть Сколько? Двое Старшему сколько? Восемь Совершенно несущественный вопрос А тебе? Попас по 129 Отновит по 40 Известно, голод не красит Живешь где? Адрес в деле есть Бабурина 8 Квартира 32 Буржуйка Собственная форсера имеет Разреши сказать Товарищ Наташа Говори Были мы на этой квартире С Марьей Ивановной По твоему приказанию ходили Детей проведать Квартира Прямо скажем Тюрьму Подвал Со стен капля Окно Спятак Видывал я плохие потери Сам в углу жил Но это палацция Всех хуже Тише Перейдем к изложению дела Мищенко Я был свидетелем Действия этой гражданки Квартира может у нее Гадкая Но натуру что выявлено Еще кажется Самое что ни на есть Бабья натура Тебя не про бабья натура Спрашивают Извиняюсь Удостоверяю Что гражданка эта Замечена больше всех Погреба Грабила Грабила Пап Бутылки унести хотела Как Это бы еще ничего Если бы не идеология Агитацию вела Бить Убивать нас призывала Как самая чуждая Контра А за что За то что Пинчишко подлое Помешали грабить И спекулировать Эту гражданку Надо засудить крепко Чтоб другим бабам Гражданкам Не повадно было Все Может она не для продажи брала Продавать собирала Продавать По какой цене Не знаю Опять Бутылка Ну Это еще По-божески Известно тебе Что писала Советская власть О погромах Понимаешь ты К чему они ведут Ну Не знаю Ничего Ничего Не знаю Судите Вяжите Стреляйте Все равно Собачья жизнь Ты Что ты можешь понять Обо мне Ни детей У тебя Ни горя Пропадите Пропаду Ничего Больше Не скажу Вижу Стреляйте 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 Суд считает возможным прекратить обсуждение Сейчас приговор Приговор Именем революционного народа Революционный народный суд Выборгского района Рассмотрев дело жены мобилизованного Евдокии Козловой 29 лет Постановил Первое За участие в пьяном погроме и несознательные действия Объявить Козловой общественное пролетарское порицание Второе Поручить Выборгскому районному комитету партии большевиков Разъяснить через агитаторов Козловой Равно как и другим неорганизованным женщинам Выборгской стороны Смысл учения Маркса о новой жизни Третье Предложить Выборгскому совету Переселить Козлову с детьми Из сырого подвала Здоровое помещение Реквизировав для этого комнату У лиц богатых классов Как и предлагал товарищ Ленин Ой, как хорошо Ура! Ура! Покажем Аплодисменты На! Снеси от меня, дети! На! Покажем Покажем Его убирают. Нет, тоже не убирают. А, милая! Дети, ребята! А-а-а! А, милая! Ребята, вот так вот. Хорошо посудили! Нет! Милая! 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 Голосую! Города приговор! Это юридический абсурд. Нонсенс. Да, ну а? Черт. А-а-а! Как же... Как же это? Я ведь и грабила. Монтовала. Так. Не понимаю. Дура! Дура! Советская власть! Как же... Как же это? Лучше убейте! Не понимаю. Голова говорит. Люди! Пожалеете, не обманывайте. Всю жизнь обманываю! Ты! Ты! Ты... Ты что говорила? Тут скажи! При всех скажи! Ну! Я грабила. Я советскую власть материла. А мне советская власть. Прощай! Да когда же... Когда же было такое? Я... Я Ленина. А мне Ленин. Квартиру. А вы! Ты тут! Вы Ленина хотите убить! Меня сговорили! Ай! Не повинны! Да и в чем не повинны? Это что он? Он говорил вызволит. Золотые горы обещал. После усредительного собрания. Нормально. Спаривал. Говори. Говори, Платоша, смерть видел. Для кого Платоша? Ответь тюрьма Платон Васильев. А ну говори. А то я с тобой хуже Господа Бога поступлю. Я вас прошу, меня не запугивать! По избежанию международных осложнений! А пусть... А у нас тоже, значит, под расстрел, да? Сырь! Распалтались! Орлы! Цыплюнки! Ну что ж, промазал? Не того шара сыграл. Нонсенс. Пишите. Все расскажу. Неизвольте ли видеть? Пятого января, день открытия учредительного собрания... Ну и дальше. Пятого января, день открытия учредительного собрания... Натальчу. Пятого января, день открытия учредительного собрания... Дальше. Дальше. Как же отправляются на фронт? Проходит мимо Таврического, внезапно поворачивает, ходит и... Сейчас же будет организовано правительство. Конечно, без большевиков. В крайнем случае мы возьмем наиболее порядочных из них... Каменева, Зиновьева. А Ленин? С Лениным, как с политической фигурой, будет покончено. Мы предлагаем старейшему из нас... Открыть учредительное собрание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Граждане, нам незачем ждать представителей власти, которую мы не признаем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы искали! Мы искали! Это что такое? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЭТИМ СОВЕТОМ И ПАИМ И ПАИМ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Они думают, что они на митинге, аха, что перед ними уличная чернь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Восемьсот шестьдесят, нет, к черту, к черту, на Дон, к Калейдину. Восемьсот восемьдесят, восемьсот к чертям, Питер и дурацкие заговоры. Восемьсот, восемьсот двадцать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто там? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Десять лет назад Так же шел снег. Мы готовили выстрел в плевель. Я помню комнату. Тишина, почти молитва. А здесь... Черт-то! Хватит болтать. Наслушались. Мы хотим действовать, понимаете? Две недели вы держите нас тут. Заперти, как в клетке. Свету не видим. Людей! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как там? Сейчас. Я из Таврического. Там решается все. Ждут только нас и наш полк. Время идти. Еще час. И что? Нам надоели ваши тайны, политика. Мы хотим знать. Давайте. Идите. Ну? Тише. Тише. Вы на чьи деньги здесь живете? Валяете, спьянствуете. Надо идти. Поднимать полк. Брать Таврический. Схватить тех. А там... Пуля. Случайная пуля. Обезратильно. Спокойнее. Ну? Ну. Вводи оружие! Не вышло, голубчики. Что вам здесь нужно? Мы собрались, чтобы идти на фронт. Защищать родину. Родину. Козлова. Вон. Граждане. Не в первый раз выступаю я с этой трибуны. Ваши места занимали помещики и капиталисты. Не вижу разницы. И это знакомо. Только теперь нас не перекричишь. Время другое. Вот тут было пять человек. А теперь их сотни. А за ними все трудящиеся в России. Вы отказываете им в праве на новую жизнь. Смотрите, как бы они не отказали вам в праве решать их судьбу. Наши пути, не сходившиеся и раньше, окончательно разошлись. Вы стоите в одну сторону баррикады с помещиками и юнкерами. Мы стоим по другую с солдатами, рабочими и крестьянами. Нам не по пути с врагами народа, отказавшимися признать волю трудящихся. Фракция большевиков в полном составе покидает учредительное собрание. Самым фактом открытия учредительного собрания провозглашается конец гражданской войне. Недовольны ли мук и скорби? Не надо больше шпиков и ружей, да прекратится война. Не надо крови, протянем руку. Караул устал. Я предлагаю закрыть заседание и разойтись по домам. Внесено в предложение принять испрений, обращение к союзникам, обращение к цивилизованному миру, закон о земле, закон о неприкосновенности членов учредительного собрания. Караул устал. Объявляю закрытым первое заседание учредительного собрания. Следующее собрание состоится в 5 часов дня. После дозечка в четверг. Субтитры создавал DimaTorzok Открыть окна и двери, проветрить помещение. Открытьbinет. ПОНЮТ. Субтитры создавал DimaTorzok ОткрытьGHis. Открыть dagen. Открыть háто. Открыть дня. Открыть дня. Открытьевич Jessica hav Да, empty нашел. ПОНЮТ. А открыть Historical Casa building работает. Здравствуйте, граждане. Чем могу служить? Группа служащих поручила мне. Мы всегда рассматривали свою работу в банке как службу народу. Мы ушли из идейных соображений. Но наши сердца по-прежнему здесь. Что же вы сделали с банком, гражданин комиссар? В купонном отделе, где работало сто человек, теперь какие-то двадцать курьеров. В валютном отделе пять счетчиков. Что это такое? В сложнейшей книгах копаются безграмотные люди. Курьеры, курьеры, курьеры. Трецепты здесь одних курьеров. Что же дальше? Разрешите ответить? Так вот, предыдущий оратор, конечно, все исказил. Еще бы! Истина вам не по душе. Попробуйте опровергнуть. Все исказил. По его мнению, дело обстоит нехорошо. Мало сказать, нехорошо. Отвратительно обстоит дело. И считать гражданин банковской деятель не умеет. Если бы в купонном отделе работало двадцать человек, а то ведь только семь. И в валютном не пятеро, а один. И не счетчик, а тоже курьер. Действительно, совсем по говолю. Одни курьеры. Вот видите. А банк у нас все-таки работает. Так вот, насчет Гоголя и курьеров. Позвольте и мне спросить вас по говолю. Ну что, сынки, помогли вам ваши ляхи? Или мне другое место из Гоголя вспомнить? Насчет архиплутов. Протобейский надувал морских. Разрешите по порядку, по банковскому. Вот тут у меня по графам приход и расход. Разрешите огласить. Номер первый. Расписка служащего банка Шумахера Карла Ивановича получена для раздачи бастующим чиновникам отдела выдач вперед. За ноябрь, декабрь, январь. 40 тысяч рублей. Такие же расписки от Мациевского, Антшулера, Гейнца, Лапа-Данилевского. Это, так сказать, пассив. А откуда же брались деньги на эти идейные выдачи? А вот. Графа пятая. Получена чиновникам Андрезеном по подложному ордеру 205 тысяч рублей. Что вы, что вы. Документы налицо. 18 подложных ордеров на общую сумму в 11 миллионов рублей с хвостом. Извините за небанковский термин. Вы думаете, что все эти деньги пошли на вас? На премии за саботаж? Ошибаетесь. На эти деньги подкупались бандиты. Учинявшие погромы. Нанимались люди, взрывавшие пути, чтобы лишить Петроград хлеба. Кормились офицеры, пытавшиеся устроить восстание. Захватить Таврический дворец и убить Ленина. Господа банковские деятели, какой же подвести баланс вашему поведению? Но это другие. Мы не учиняли погромов. Мы мирные русские люди. Вы? Вы русские люди? И вы еще смеете говорить о России? Что у вас русского? Господа шумахеры. Мациевские, андрезами. Фамилии у вас немецкие. Капиталы вы охраняли французские. Со шпионами знались английскими. А порядочки мечтали завести японские. Не выйдет! Ну-с, я думаю, поговорили. Гражданин комиссар, а если мы согласны вновь приступить к работе на условиях? Условие одно, никаких условий. И группами принимать не будем по одиночке, пожалуйста, со строгой проверкой. Комиссия назначает товарищи Капицына, Лапшина, Сазонова. Значит, Сормовск мог, что Выбичи под оборудование отказывает? Отказывает. Зная это оборудование, работал на нем дырявое. Товарищ комиссар, вам письмо из Парижа от директора французского банка. Протестует против аннулирования бумаг. Что отвечать? Отвечайте хорошим французским словом «адью». Ладно, ладно. А, товарищам Путиловцам, чем обязаны честью? Ей не вносим 37 тысяч. Дорогие, дорогие. Подождите, где-то тут конфетки Наташа оставила. Получайте. Ну, заходите почаще. Идет. Готовы, товарищ комиссар? Закончили. Дорогие. Давай, давай, клади сюда. Как несете, как несете, осторожней. Их, музыку бы сюда. Барабанный борщ. Ну. Проспись общегосударственных доходов и расходов Российской социалистической федеративной советской республики на 1918 год. Кто на машинке печатал? Попова-Висусская. Примировать их. Вот два фунта картошки. Есть. Ну, красиво напечатано. С чувством. Роспись общегосударственной. Ох, чует, мое сердце напутано. Со школами все напутано. Ничего не напутано. Все в порядке. Врешь, врешь. Не со школами, так с больницами. И с больницами полный блеск. А родильные дома включили, отдельно? Включили. А пособия солдаткам? Все как следует. Хоть сейчас, товарищ комиссар. Можете не волноваться. Да не могу, волнуюсь. Думал ли я, питерский докаль, что когда-нибудь первым буду глядеть первый бюджет рабочей республики? Как же не волноваться? Да я не за то волнуюсь, что плохо составлено. Ну, наверное, плохо. Ну, ну. Да нет, ночи нет, парень. Ну, обязательно плохо. Первый ведь. Копеечный. Ну, оттого-то он, может, мне и дороже. Оттого я и волнуюсь. Прямо, ну, братцы, братцы, прямо петь хотят. Давайте, давайте. Споем. В честь первого годового бюджета Российской Республики. Любимую. Только тихо, чтоб делу не мешать. Какой, крутится, вертится, как заловой. Крутится, вертится, хочет упасть. Кавалер башню хочет укротить. Где эта улица, где эта дом, где эта варшина, что я влюблен. Ах, вот эта улица, вот эта домах, вот эта варшина, что я влюблен. Можно? Наташа! Здорово, ну заходи. Здравствуй, не помешало? Да нет, нет, что ты, мы уж все дела кончили, празднуем. Наталья, нам оркестры с совета предоставить. Как же? Заведем мы оркестр на твои выдачи. Скорее, сами по дворам пойдем. С чего это ты? С каких это пор в тебе финансовый ум завелся? Давно ли Сачаев чайный переплачивал? А теперь здравися, в выборской стране денег не выдает. Нехорошо, товарищ комиссар. Нехорошо. А с каких это пор вы, мадам, советские деньги за семечки почитать стали? Да. Здесь вам Ротцельдов нет, мадам? Да нам немного. Сколько? Пять миллионов. Ой, умру. Ой. Сейчас, смотри. Пускай забивают к чертовой матери из этого проклятого места. Да у меня всей наличности полтора миллиона. Не врешь? Не вру? Не, не, не. Ну да, ну чуть-чуть вру. Миллиона два вынес. Больше не врешь? Ну как перед истинным. Стыди. Не два у тебя сегодня миллиона, а 12 миллионов 700 тысяч. Ой, братцы. Ой, с ума сошла. С ума сошла. Да я оттуда я таких денег не видывал. Факт. 12 миллионов 700 тысяч, 225 рублей и 44 копейки. Кто это тебе сказал? Познакомься. Пусть. А ты какое-то имеешь право в государственном банке командовать? Может тебе еще и онкольные счета показать? Чего? Чего? Да ведь нам надо. Мы же людей в деревню посылаем. Поход за хлебом. А я богатейшую квартиру нашла. 30 комнат, 100 икон и одна ведьма. Икону и ведьму выкинем, детки пенсион строить будем. Ну давай деньги. Так нет у меня. Так-то тебе ничего не дашь? Дам. Давно бы. Ну сказал дам, значит дам. Все на себя. Кулика. 100 тысяч могу выдать. О! Хватит. Довели до точки. Для чего же мы революцию и делали? Для того, чтобы торговаться, как купцы населенные. Именно для этого. Ну ладно, ладно. Иван Михайлович, прибавим. Не, не, не. Ну ладно, берите 200 тысяч и бегите, пока не передумал. Плюк человека стал ютью. Ну, ну, обзывай, обзывай. Меня партия на это место специально поставила, чтоб всю ругань, что в России за 500 лет накопилась, на себя принимать. И еще поставила меня сюда партия не кричать ура, не разбрасывать с песнями деньги направо и налево, а беречь деньгу, копить ее, драться за нее. Потому что займов нам по Анкаре с Ллойд Джорджем не дадут. А денег у нас пока что мало. Чертовски мало. Наташа. Ладно. Давай миллион. Самый обрез. Да. Я, Максим. Кто будет говорить? Товарищ Ленин? Жду. Да, товарищ Ленин, я. Так. Понимаю. Понимаю. Готов. Еду. Ну, получайте миллион и спешите на Выборгском. Дела не веселые. Немцы наступают. Давай, Ольга. Пиши, 800 тысяч. Не правильнее. Хватит. Это ты у Выборгской стороны спрашиваешь. Вот она, отвечает Выборгская сторона. Прощались мы с тобой, прощались. А самого главного я тебе так и не сказал. Что я... Да что говорить. Ты сама знаешь. До свидания. До скорого свидания, друг мой Наташа. До свидания, Максим. Товарищ комиссар, отряды построились. Иду. Заседание совета продолжается. Первый вопрос о залении товарищей, ушедших на фронт. Кандидатуры такие. По детским домам Евдокия Козлова. Голосую, кто за. По жилищным делам. До свидания, Максим. До свидания, Товарищи. До свидания, товарищи. До свидания, товарищи. Субтитры создавал DimaTorzok